Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем урок «Получение оснований». И проведу его с вами я, учитель химии и высшей дидактической степени, доктор химических наук Терлецкая Алла Ивановна. В результате изучения данной темы вы будете способны определять понятие основания, щелочи, моделировать получение оснований с помощью химических уравнений, идентифицировать растворы щелочей и кислот с помощью индикаторов. Учиться и когда придет время прикладывать усвоенное к делу, разве это не прекрасно? Конфуций. Давайте с вами вспомним предыдущий материал. Дайте ответы на следующие вопросы. Что такое основание? Основание – это сложные вещества, состоящие из атомов металла и одной или нескольких гидроксильных групп. А теперь выберите, какая из формул является общей формулой для оснований. Совершенно верно. Металл OH N-раз. Как классифицируются основания по растворимости в воде? По своей растворимости они классифицируются на растворимые, щелочи и нерастворимые основания. Положение оснований в таблице растворимости выделено красным ободком. Причем литий OH, натрий OH, калий OH, барий OH дважды и кальций OH дважды – это растворимые основания, которые называются щелочи. Назовите представленные ниже вещества калий OH, правильно, гидроксид калия, кальций OH дважды – гидроксид кальция, ферруму H трижды – гидроксид железа трехвалентная. Вы знаете, что если металл побочный подгруппой, мы обязательно должны указать его валентность. Купруму H дважды – гидроксид меди двухвалентная. Как при помощи индикаторов отличить кислую среду от щелочной? В кислой среде лакмус краснеет, а фенолфталиин остается бесцветным. В щелочной среде лакмус синеет, а фенолфталиин превращается в малиновый. Получение оснований – растворимых оснований щелочей и нерастворимых оснований. Растворимые основания получаются при взаимодействии активного металла с водой, при взаимодействии оксида активного металла с водой. Нерастворимые основания получаются при взаимодействии растворимой соли с щелочью. В состав соли должен входить металл, способный образовать нерастворимое основание. Рассмотрим с вами получение щелочей, растворимых оснований. Активный металл плюс вода мы получаем щелочь, при этом выделяется водород. Посмотрим видеоролик взаимодействия натрия с водой. Взаимодействие натрия с водой. Натрий – химически активный щелочный металл. Легко реагирует с веществами, входящими в состав воздуха, поэтому его хранят под слоем вазелинового масла. Все опыты с натрием и с другими щелочными металлами необходимо выполнять в защитных очках или маске. Пинцетом возьмем кусочек натрия, положим на фильтровальную бумагу и удалим с поверхности натрия вазелиновое масло. Натрий – мягкий металл, легко режется скальпелем. В кристаллизатор с водой бросаем кусочек натрия. Натрий энергично реагирует с водой. Реакция экзотермическая, поэтому от выделяющегося тепла натрий плавится и в виде шарика, подталкиваемый выделяющимся водородом, бегает по поверхности воды. После того, как натрий полностью прореагировал, добавим в воду несколько капель фенолкталина. Раствор окрашивается в малиновый цвет. Следовательно, при реакции натрия с водой образуется щелочь – гидроцит натрия. В составе уравнение реакции взаимодействия натрия с водой. Натрий плюс H2O – мы получаем натрий OH плюс H2. Реакция замещения. Рассмотрим второй пример. Взаимодействие оксида активного металла с водой. При этом получим щелочь. Посмотрим видеоролик взаимодействия основных оксидов с водой. В пробирках – оксид кальция, оксид железа, оксид меди. Не всякий оксид реагирует с водой даже при нагревании. Это зависит от активности металла, образовавшего оксид. Добавляем воду и нагреваем растворы. С водой при слабом нагревании взаимодействуют только оксиды активных металлов. Железо и тем более медь менее активны по сравнению с кальцием. Фенолфталиин укажет нам, в какой пробирке образовалась щелочь. Только оксид кальция прореагировал с водой. В пробирке фенолфталиин стал малиновым. В составе уравнения химической реакции взаимодействие оксида кальция с водой. Мы с вами получаем щелочь, которая называется гашеная известь. Реакция соединения Рассмотрим получение нерастворимых оснований. Для этого необходимо взять растворимую соль и взаимодействовать ее с щелочью. Мы получим нерастворимое основание и другую соль. Посмотрим видеоролик получения нерастворимых оснований. Нерастворимые основания образуют малоактивные металлы. Среди них медь. Нерастворимый гидроксид меди-2 образуется при действии щелочи на соли меди. Добавляем щелочь. Выпадает осадок голубого цвета. Гидроксид меди. Нерастворимые основания – это слабые основания, и они практически не распадаются на ионы. Составим уравнение химической реакции взаимодействия растворимой соли меди-2 с щелочью. При этом мы получаем нерастворимый гидроксид меди-2 и растворимую соль. Реакция обмена. Аналогичным образом можно получить и другие нерастворимые основания. Такие как гидроксид железа трехвалентное, гидроксид железа двухвалентное, гидроксид алюминия и гидроксид цинка двухвалентное. Посмотрим видеофрагменты получения нерастворимых оснований. Чтобы получить гидроксид железа-3, мы используем раствор гидроксида натрия, как сильные щелочи, и раствор хлорида железа-3, как источник ионов железа-3+. Я наливаю в химический стакан раствор хлорида железа-3. Мы видим, что раствор окрашен в желтый цвет. Это окраска гидроксид ионов железа-3+. Теперь к этому раствору я наливаю небольшую порцию раствора щелочи. На контакте этих растворов происходит образование нерастворимого в воде вещества темно-бурого цвета. Этот осадок и называют гидроксидом железа-3. Для того, чтобы получить гидроксид железа-2, мы используем раствор соли железа, сульфата железа и раствор щелочи. Вы видите, что при контакте этих растворов выпадает глубокий осадок темно-зеленого цвета. При перемешивании он становится более темным. В лаборатории легко получить реакцию обмена. Для этого мы используем раствор соли алюминия, хлорид алюминия, бесцветный прозрачный раствор, и гидроксид натрия, разбавленный раствор щелочи. При контакте этих растворов мы видим явный признак реакции, появление мутного, желеподобного осадка гидроксида алюминия-3. К раствору хлорида цинка по капле добавляем раствор щелочи. Сразу же образуется белый студенистый осадок гидроксида цинка. Составим уравнение химических реакций получения нерастворимых оснований. Феррум хлор-3, феррум СО4, алюминий хлор-3, цинкум хлор-2. Добавим к растворам этих солей щелочь натрию аж. При этом в первом случае выпадает в осадок, как вы видели в видеофрагментах, ферруму аж трижды, во втором случае ферруму аж дважды, в третьем случае алюминию аж трижды, и в четвертом цинкуму аж дважды. Закончите уравнение данных химических реакций и расставьте коэффициенты. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем вам выполнить следующее упражнение. Дополни уравнение реакции получения оснований необходимыми формулами и коэффициентами. Закончи уравнение реакции, выбери из них реакции обмена, в результате которых получается основание. Благодарю за внимание. Продолжение следует...